Это вначале было слово, и с этого амбона проповедовать довольно ответственно. Это тоже рубеж, слава нашему Богу. А сегодня еще одна сестра, которая уже не первый раз служит, свидетельствует в нашей церкви. Александра, ты поменяла свою фамилию? Ты сейчас Коновалова? Ну, тогда приветствуем Александру Коновалову. Приветствую всех. Меня зовут Коновалова Александра, мне 27 лет. Я живу здесь в Варнии больше года уже, и мы с мужем переехали из Беларуси. И хочу коротко поделиться своими свидетельствами, тем, что происходит в моей жизни, как Бог действует в моей... Что-то со звуком. Раз, 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 раз. Работает? Раз, раз. Да, хочу поделиться коротко свидетельствами, тем, что Бог делает в моей жизни, и что Он делает через меня. И хочу просто начать со своей истории, потому что я ею еще ни разу не делилась за все это время. Я родилась в Челябинской области, в России, и мы жили с родителями. Отец у меня был водителем скорой помощи, мама работала почтальоном, обычная семья, сестра, она год старше, бабушка. И мы всегда жили очень бедно, несмотря на то, что отец очень хорошо зарабатывал, потому что водитель скорой помощи это такая профессия, ну, достаточно вредная, да. Он зарабатывал хорошо, но он все деньги тратил на выпивку. И двое суток, сутки он работал, и двое суток он пил постоянно. Вот, я всегда помню в основном его только пьяным. Вот, и пропивал свою всю зарплату, потом он забирал у мамы зарплату, потом он забирал у бабушки пенсию, то есть дома всегда были скандалы. Ну, короче, детство такое было, достаточно жесткое. Я помню момент такой, я даже слабо это помню, но мне мама недавно рассказывала, говорит, один раз, говорит, у нас настолько нечего было есть, я, ну, вы маленькие, говорит, мне вас кормить надо, но настолько денег нет, я, говорит, варю макароны и топлю вот такой свиной жир и поливаю макароны. Это, говорит, такая гадость, но вы там плачете, и вы же не понимаете, почему я не могу вам что-то другое дать. Вот, ну, и так жили. И потом мы, родители развелись, мы переехали к бабушке в Беларусь. И, в принципе, тоже жили, мама устроилась опять почтальоном, вот, бабушке пенсия. И вот так вот как-то жили. То есть я закончила школу, я отучилась в университете на биолога-эколога и пошла работать учителем химии-биологии. Вот, зарплата у меня была 100 долларов. То есть я, в принципе, всегда росла в бедной обстановке, ну, в бедной атмосфере. То есть мы никогда не были богатыми, никогда у нас не было много денег. И я просто была сформирована, да, мое мышление было сформировано в таких условиях. Я никогда, я всегда на всем экономила, я никогда не позволяла себе мечтать. Потому что, ну, как я начну мечтать, если у меня на это денег нет? То есть я не могу себе этого позволить, у меня зарплата всего лишь 100 долларов. И на самом деле это немного. Пока за жилье отдал, там, по кредитам заплатил и все. Вот. И так вот жила, так же, как и все. И как-то раз мне в скайпе позвонил мой друг. Мы с ним с одной деревни, в одной школе учились. Он был обычный электрик. И тут мне обычный электрик звонит из Доминиканы. Потом тур по Европе, потом круиз по Средиземному морю. И я просто успевала наблюдать, как обычный электрик путешествует по всему миру. И оказалось, что он начал свой собственный бизнес. И периодически мы с ним созванивались, и он не рекомендовал правильную литературу. Вот. Я читала эту литературу и начала понимать, что на самом деле не обязательно иметь деньги для того, чтобы мечтать. Наоборот, нужно мечтать для того, чтобы иметь деньги. И я начала так думать, и когда закончила свою отработку, я переехала в столицу. Меня, конечно, все отговаривали, говорили, ой, куда ты поедешь, там работы нет, у тебя ничего не получится. Но я настолько начиталась этих книг, что я была уверена, что у меня все будет хорошо. Все, я поехала в столицу и начала бизнес со своим другом. Это для меня было абсолютно новое дело, и сразу же у меня все классно. То есть я начала зарабатывать деньги. Я на таком класс, все, первые деньги я увольняюсь с работы. Я вообще полностью посвятила этому делу. И тут просто по непонятным причинам происходят какие-то странные вещи. Я вроде бы делаю все как обычно. Вроде бы это должно приводить к результату. Но результата нет, денег нет. Я живу на съемном жилье, мне денег взять не у кого, родители мне дать не могут. У нас еще третья дочь у мамы родилась, то есть там все деньги буквально на ребенка уходят. И я понимаю, что что-то происходит непонятное. Я даже пыталась найти подработку, чтобы параллельно со своим бизнесом хотела найти работу уборщицей. Ну, ходить просто убирать квартиры, чтобы не полный день, чтобы бизнесу время уделять, но при этом, чтобы было на что жить, потому что реально за квартиру платить надо, и есть нечего. И я даже подработку не смогла найти. То есть это была проблема почему-то. И я начала думать, что не так, что почему, что происходит. То есть у меня такой период был в жизни достаточно тяжелый. И как-то раз на одном из, на онлайн-обучении наш наставник проводил обучение, обучение по бизнесу. И он говорит, помни Господа Бога твоего, ибо Он дает нам сил приобретать богатство. И я такая сижу и думаю, вау, точно, может помолиться. Вот, то есть вот тогда я начала об этом задумываться. И как-то раз я попала на онлайн-конференцию вот этого же наставника. Он довольно успешный, у него хорошо идет бизнес, и он нас этому обучал. И тут я попадаю к нему на конференцию, где он делится своей историей. И он рассказывает, что он 10 лет вообще не зарабатывал. Он строил бизнес, но у него все разваливалось. Он влазил только в новые долги, 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 долги. И он говорит, и у меня, говорит, было ощущение, что я проклят. Говорит, у меня было ощущение, что на лбу написано «умру нищим». Вот, и он начал искать, начал думать, почему, что не так, может быть, это что-то духовное. И один раз ему говорят, вы, говорит, человек хороший, но без Бога вы не прорветесь. И он говорит, как это без Бога? Я хожу, свечки ставлю, что еще надо делать? А ему говорят, вам нужен живой Иисус. И дали ему адрес церкви, он пошел, и, говорит, сижу на последних рядах, слушаю какого-то там парня, он рассказывает о Иисусе Христе. Говорит, я впервые вообще такое слышал. И в конце говорят, кто хочет прямо сейчас принять Иисуса в свое сердце, чтобы он изменил вашу жизнь, выходите сюда, мы с вами помолимся. И он говорит, я вообще человек, ну, эмоции не проявляю на публике. Но я, говорит, вскочил и бегом побежал туда, к сцене. Говорит, мы начинаем молиться. Я произношу определенные слова, которые мне говорит проповедник. И, говорит, пока я молюсь, говорит, я просто плачу. Говорит, у меня слезы текут ручьем. Такое чувство, что как будто какая-то греховная жизнь выходит из меня. И с тех пор я, говорит, очень сильно изменился. Бог просто колоссально поменял меня самого. И через год он мне дал новый бизнес, и я начал зарабатывать деньги. И он все это рассказывает, я слушаю, а мне деньги нужны как раз очень сильно. И он говорит, кто хочет прямо сейчас помолиться этой молитвой, чтобы Бог начал работать в вашей жизни. И там в чате очень много людей сидело тогда на этом эфире. И в чате все пишут, хочу, хочу, хочу. Вот, я тоже написала. И вот он произнес эти слова, и мы повторили вот эту короткую простую молитву. И реально вот это был такой момент, когда я позвала Иисуса в свое сердце, когда он начал работать в моей жизни, и реально после этого у меня пошли перемены. У меня начался бизнес, я начала зарабатывать, слава Богу, отдавать свои кредиты, долги. Это было просто невероятно. Я могу много рассказывать чудес, которые сделал Иисус в моей жизни. Это действительно так и в бизнесе, и вообще в жизни, и в отношениях. Вот, и на сегодняшний день я успешно веду бизнес, и я обучаю других людей вести бизнес. И это тоже чудо, потому что я всегда очень сильно боялась камеры. Если я понимала, что на меня смотрит камера, у меня, короче, немели просто руки, заплетался язык. Я забывала все, мысли вылетали из головы. И то, что я сейчас провожу прямые эфиры, аудитории 500-800 человек, я спокойно выступаю на публике. Для меня это огромное чудо. И также мы обучаем онлайн, но и проводим тренинги, такие для партнеров, выездные. И как-то раз на одном тренинге я общалась с людьми уже после того, как познала Иисуса. Я рассказывала людям о Боге, я рассказывала, какие он классные вещи делает в моей жизни, какие чудеса. И потом говорила, хочешь, я тебе там дам ссылку, ты там посмотри, послушай, и все. То есть я тогда не знала, что можно прямо сейчас с этим человеком помолиться, коротенькой молитвой, в которой я молилась тогда. И реально в его жизнь тоже придут перемены. То есть я об этом не знала. И слава Богу, что Бог привел нам семью Пустошила сюда, потому что они своим примером показали, как это нужно делать. Вот эту коротенькую молитву, что ее можно дарить людям, и они прямо сейчас получат спасение. Это так здорово, слава Богу. И так давно мы ездили в Москву с Ольгой Ждановичей. Я поэтому и вышла сюда, чтобы рассказать об этом. Мы ездили на этот тренинг, мы собирали партнеров, и целую неделю мы вместе обучались, работали. Ну и параллельно, конечно, говорили о Иисусе. И как-то раз мы сидим, общаемся, я, Ольга и еще одна девушка. У нее проблемы тоже в семье и в бизнесе у нее не получается. И мы просто сели с ней поговорить, по душам, пообщаться, попытались ей помочь. И она начинает раскрываться нам, начинает нам рассказывать, какие у нее проблемы. И тут я понимаю, что вот он, вот этот момент, когда надо начинать свидетельствовать. И понимаю, что у меня вообще ни одной мысли. Что сказать? Ни одной, вообще ни одной мысли. Я сижу такая растерянная, я не знаю. И в этот момент Ольга Жданович начинает просто рассказывать историю из жизни, такую же, как у этой женщины. И она так классно рассказывает. Я аж сама вот так слушала. И в конце мы вот с этой девушкой молимся молитвой покаяния. Она приняла Иисуса в свое сердце. Она там себе сразу Библию установила на телефон, чтобы читать. Вот. И вот так круто было. Я отхожу, иду и думаю. Ну вот. А у меня-то нет такой истории. Вот если я, например, один на один буду общаться с человеком, что я расскажу? У меня не было такого в семье. И так вот хожу, себя сама гружу, и тут мне Бог говорит. Как вы думаете, что Бог мне говорит? Он мне говорит. В этот момент должна была свидетельствовать Оля, а ты должна была молчать. Поэтому Духом Святым ей было дано, что сказать, а тебе нет. Перестань надеяться на себя. Доверься, наконец-таки, мне. Я буду делать сам за тебя. Ой, это вообще, это был такой мощный момент. Я начала сразу прощения просить. Ну, потому что реально я часто себя на такое ловлю, что пытаешься своими силами, пытаешься там, думая, что сейчас я, сейчас я классная такая, все сделаю. Но мы без Бога ничего не можем. Я, например, без Бога вообще ничего не могу. Я перед каждым прямым эфиром молюсь обязательно, потому что я, наверное, два слова не свяжу, если не помолюсь. То есть я без Бога ничего не могу. И вот мне Дух Святой проговорил вот это. И все. И я потом уже пошла отдельно, без Ольги. Мы с людьми общались. Они рассказывали о своей жизни. И бывало такое, что я сижу и думаю, Боже, что этому человеку сказать? И Бог мне прямо вопросы дает. Я раз вопрос задаю, человек мне отвечает. Я еще один вопрос Бог мне дает. То есть я вообще не знаю, сижу, не знаю, что говорить. И хоп, вопрос появляется в голове. Я его говорю. И вот так вот вопросами-вопросами в конце человек настолько раскрывается, просто отвечая на вопросы. И у меня появляется такое как раз, о, все, сейчас можно свидетельствовать. И я начинаю рассказывать о свою историю, истории каких-то других людей, или какие-то свои свидетельства из жизни. И мы молимся молитвой покаяния. И на этом тренинге у нас было 26 человек и 11 человек приняли Иисуса. Да, слава Богу. Несколько мусульман там тоже были. Мы с ними пытались, пытались о Иисусе им говорить. Ну, конечно, у нас цель была 26 человек, чтобы произнесли, но я верю, что все еще впереди. А, и двое нас, да. Вот, да, слава Богу. И реально у этих людей, которые произносили молитву с нами, у них сразу же пошли перемены. У некоторых сразу же был заметен, на следующий день буквально у них пошел прорыв в бизнесе. У одной женщины мы помолились за ее сына, его уволили из армии. Он всю жизнь мечтал быть военным, он служил в армии. И его уволили там с каким-то скандалом страшным. У них там в семье, ну, он такой в депрессии, не хочет ничем другим заниматься. Мы помолились за него, и он поехал туда договариваться, и, короче, его взяли назад. И его мама такая пишет, слава Богу, спасибо вам, что вы мне подарили эту молитву. Слава Богу, потому что мой сын восстановился в армии. Еще одна женщина, она сразу после тренинга вернулась, у нее была температура 40. Мы тоже все вместе за нее помолились. На следующий день ей стало лучше, да, по-моему, спала температура. Вот, то есть Бог, он такие чудеса делает невероятные просто. Вот, и поэтому, если кто-то еще никогда не приглашал Иисуса в свое сердце, я хочу просто подарить эти слова. Если кто-то хочет, чтобы Иисус действовал в его жизни, чтобы в его жизни тоже произносили чудеса, давайте сейчас вместе произнесем эти слова. Просто закрывайте глаза и с верой повторяйте. Дорогой Отец Небесный, прости все мои грехи. Я признаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Наполни мое сердце, наполни меня своим Святым Духом и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.